Вот я тут недавно читал книжку. Кстати, любопытно, слышали о Альберт Штайнер? Рудольф Штайнер, простите. Он основатель так называемой антропософии. Очень любопытное такое направление. Правда, оно так клеит, оно не развивается. Его, во-первых, душит фармацевтика, потому что Рудольф Штайнер был в ясновидящем. Он видел, что из тела дух и душа, и пытался увидеть взаимосвязи между органами. Между поведением человека, астрологией, то есть всё связать в один узел, а не просто его кормить таблетками. Поэтому, допустим, в этой книжке говорится о том, что для сердца опасны обиды. Для печени – переедание. Для почек опасно, когда человек слишком быстро жуёт. Для лёгких опасно, когда человек перерабатывает. То есть чёткие моменты, улавливающие связь между образом жизни человека, его эмоциями, его привычками, питанием и здоровьем. То есть это направление очень серьёзное, но оно душится современной фармацевтикой, понятно почему. Но, тем не менее, антропософия, как на это направление существует. И вот в Москве читал лекции представителей антропософии. И вот здесь любопытно, мне понравилась как раз любопытная его история, которая была. Есть одно направление в мышлении, которое возникло в новом тысячелетии. Если что-то очень сильно пожелать, то это желание исполнится. Ну, это фильм «Секреты» и прочее, прочее. Это называется визуализация. На самом деле, это старая история. Нечто подобное существовало уже в 80-е годы 20-го века. Был тогда американец по имени Мерфи, психолог, который говорил, что нужно просто всю ситуацию помыслить позитивно. Тоже психолог, кстати. Всю ситуацию нужно помыслить позитивно, и тогда всё будет хорошо. Видите, как всё просто. А если негативно, то всё будет плохо. У него было очень много последователей, которые организовали вокруг него чуть ли не секту. У меня в те времена была одна пациентка, которая была последовательницей учения Мерфи. У неё был рак. Я лечил её препаратами амелы, и всё шло хорошо. А потом она уверовала в учения Мерфи. Она была абсолютно счастлива. Всё в один миг стало замечательным. Всё стало прекрасным. Всё стало хорошо. Конечно, ей уже не нужно было никаких лекарств. И очень быстро она умерла. Это называется «Живи на позитиве». Так вот, если мы утрачиваем любовь, мы что, не болеем и не умираем? Мы должны это знать. Мы это знаем на самом деле. А снаружи мы себя убеждаем в обратном. Психология тоже, к сожалению, имеет определённые ущербные моменты, когда она молится на позитивные эмоции и отрекается от отрицательных эмоций. Наши психологи, многие, совершенно не умеют мыслить. И вот эта тема позитива, позитивная психология и прочее, они существуют, и они плодят, с моей точки зрения, кучу проблем. Психология от слова «псюх» и «душа». Душа без любви не может. Психология, которая забыла о Боге, о любви и о душе, это псевдонаука, это оккультная наука. А оккультизм поклоняется телу и сознанию. Поклонение телу и сознанию как раз даёт поклонение позитиву. Человек не хочет терять, человек хочет только приобретать. Я хочу ещё раз всех сказать, не надо превращать мои исследования в универсальную отмечку всего. Вот как Отче наш молитва или Иисусова молитва. Иисусову молитву по несколько тысяч раз человек в день читает и ждёт, когда он выздоровеет. Но это же магия. Не надо магию превращать. Вы должны работать. Вот это ощущение возникло, ощущение иллюзорности бытия, ощущение реальности любви. Вот для этого я диск создаю. И в этом плане у меня нет ощущений каких-то проблем. Если бы они появились, я бы этого не стал делать. Первое. Второе. Я открыт для контакта. И если бы у кого-то что-то было, то люди бы сказали, посмотрел бы и прочее. Потому что всё-таки это работа с душой. Почему я нигде не даю прямых лобоевых вариантов, типа отключения, медитации и прочее. Потому что моя точка зрения, которую я взял 20 лет назад, только сам человек имеет право лезть в свою душу и заниматься с ней. Я могу только предложить, я могу объяснить, и только сам человек имеет право делать выбор и сам заниматься. Поэтому, так сказать, у меня есть чёткое разграничение моих возможностей и возможностей тех, кто читает мои книги.